2021 год объявлен в Ульяновской области годом молодых. С июня по октябрь самые активные и креативные представители молодежи региона принимали участие в федеральной форумной кампании. О своих проектах на встрече с губернатором Алексеем Русских рассказали победители и призеры грантовых конкурсов. Конечно же, хочу поздравить победителей конкурсов. Знаете ж, мы гордимся каждым из вас и высоко ценим ваши достижения. Сегодня перед нами с вами очень много вызовов. От сложных условий пандемии до печальной тенденции среди молодежи и уезжать из нашего региона. Все проблемы, которые стоят перед нами, требуют поиска новых решений. Всего от Ульяновской области участниками всевозможных форумов за 2021 год стало 250 молодых людей. Из них 11 ребят участвовали в грантах, представляли свои идеи. Два человека смогли победить и принесли в копилку Ульяновской области 705 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Одним из победителей стала студентка УЛГТУ Анастасия Захарова, которая участвовала в форуме Таврида и получила федеральную поддержку своего проекта «Архистойкость 3.0. Дом архитектора». В нашей области совсем недавно появился дом архитектора, и он только становится точкой притяжения для молодежи. И как раз я и моя команда решили развить это место путем проведения воркшопа для студентов, которые сами смогут придумать и сделать своими руками мебель, материалки, которые мы купим на грантовые средства. В Министерстве молодежного развития отметили, грантовая кампания в Ульяновской области ничего не закончилась. Впереди подведение результатов ежегодного губернского конкурса молодежных проектов, призовой фонд которого составил в этом году полтора миллиона рублей. На сегодняшний день подано 122 заявки. Мы надеемся, все интересные проекты, надеемся, что победит сильнейший. Результат конкурса будет объявлен чуть позже. Поэтому в конце года, в декабре, мы проведем итоговый форум, где наградим победителей и вручим соответствующий приз. Писать проекты, презентовать себя и выступать перед большим количеством людей ребят учат в своих университетах. По проекту поддержки местных инициатив в четырех ульяновских вузах проходит обучение студентов.